Да отойди. Ну хватит. Доброе утро, мое солнце. Отойди. Время 6.20 встали, чуть свет не заря. Ты мне каждый день говоришь, отойди, я не отойду. Я хотел спать на выходных, время 6.20. Я не могу так аккуратно просыпаться, вообще жуть. Вот что значит с маленьким ребенком. Танюш встал в 6.05, все встали в 6.20. Я просто стремылав оделся. У меня кулецо худое. И сейчас, короче, это, уезжаю от вас. Куда? От этого просто мой, где? По магазину, по Эмирану, по дочери занимать конкретию. Сейчас только мукбан совершу. Ну как мукбан, просто пожрать с утра на камеру, типа. Популярно. Это самый простой русский мукбан. Я, короче, вчера, там, Катюх намутила шляпу одну. Сейчас мы заценим ее, шляпу. Ты его до сих пор, этот, шоу-дувая, не слушаешь. Ну я и говорю, шляпа твою. Его, ну ты что ты хоть так говоришь, чтобы у тебя его... Как? Ну я же хотела тебе приятное съесть. Приятное мне. Созвук вам пока нельзя поменять. Ну она, шаурма, хорошо, что только мама шаурма. Там нет ничего, это без майонеза. Короче, самое драгоценное в сегодняшнем завтраке, это у меня вот этот шиповничек, который я собирал собственными ручками, доклантациями. Вот шиповничек очень вкусный. Этот шиповничек пью и я, и Данюша. Ладно, посмотрим. Они чуть-чужочки было бы собирали. Посмотрим, что ты другое уж, наверное. А, нет, мы, наверное, тоже. Посмотрим, что ты намутила. Почему-то прям, кстати, я взял за шкуруму, и грязь какая-то на пальце. Иди, Егор. А что такая грязь-то? От шаурмы твоей? До этого мужа спачкался. Я не выспался, я злой с утра. И что это за шаурму-то сделал? Я надо обжарить шаурму, с двух сторон, чтобы хрустящая была. Ну давай, Данюш, пока мы тогда обжарим, Егор. Вот, вот ее шаурма. Шаурма. Сейчас мы ее в разрезе посмотрим. У меня, кстати, ребята, было дело, раньше, когда я, ну то есть, когда я во время своих поварских времен, так скажем, да, у меня, значит, ну как практика, не практика, так скажем, когда я просто попал в киосочек, в шаурмичную, так скажем, да, это в одном городе было, не буду говорить о ком, ладно, скажу, Самара, это была Самара. Вот в Самаре, значит, работал я в одной шаурмичной, ну как работал, так, знаете, там просто угорал, там, чуть-чуть. Вот, сейчас я скажу, расскажу. Вот ее шаурма. Нет, у тебя суперсила. Ну, вроде так ничего внутри. Просто дело в том, что я морковку по-корейски сделал, Катюху ее сюда замастырила. Короче, я шаурмичной работал. Каких я там историй видел, из какого мяса все готовилось. Не то, что из плохого. Сейчас. Вкусно. Очень. Вкусно. Что-то мне перед разнивать. В принципе, пойдет. Вкусить даже мне. Ты пока сиди. Скажи, останется, доешь. Твои вам сухари стоят. Я, короче, работал шоурмичный. Ну, как я работал, товарищ. Просто хозяин киоска просил, ну, повар, 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 болел, отпуском ездил, пускал на маля. Меня просил немножко подсобить за это время. Вот. Две недели я там тусил. И вот первое время, когда я работал, приезжая на тот же Юг, никогда не покупал шоу-му. Потому что ну, прошел через эти моменты, не особо приятные моменты, когда ты своими глазами наблюдаешь, что творится. Да, это вообще просто жуть. Про заветренное мясо, и овощи все. Я уже молчу. Что-то было. Нет, никаких собак там, естественно, не было. Ну вот, курица эта приходила порой прям, она такая была, ползамороженную еще. Потом берешь ее, подтаять немножко, чтобы на шпажки начали нанизывать ее, на шпажку. И она с запахом была. А знаешь как, ее проманируешь, она прям прокрутится, пропечется все, все соки смешаются, ничего так не чувствуется. Так оставишь мне попробовать. Я сейчас все оставлю, тебе расскажу. Прикалываю, что там, ну там у меня была помощница в киоске, девчонок. Мне было на то время, тупенька была. 23 года. Не, мне было старше, мне было лет 27, а ей было 21, может. Такая менячевненькая. Хорошая. Егор! Как я тебе говорю, она лицом торговала в основном в киоске. Миниатюбная, красивая была. И вот, она прям помню, кошки подошли к киоску, там эти курицы поднарезали, ну, кристушком была. Кошки здесь не стали. А люди ели. Вот так вот, да? Бывает. Угу. Сурма хороша, тогда ты готовишь сам. Ты уверен, да, что продукты, ингредиенты все? Потому что, тюк. Еще, правда, просто знаю одних знакомых, тоже владелец киоска, ну, там уже у них все подряд, там и булочки какие-то, туда-сюда, и вот те немножко хамочуют. То есть, мясо еще низшего качества, и вот когда это все смешается, особенно если морковку, по-корейски майонез, кетчуп, вот курица, если будет на 50% тухлая, все это смешается, ничего вы не заметите. Немножко поджарить курочки, если получится вот так вот. Видите-ка. А как у нас, под квартирой, мы вот под домом, в киоске открывали, помнишь, шаурнута эту? Не прошла, да. Не прошла. Там вообще ужас, злина страшно была. Ну, видишь, видимо, может, какие сантринстанции. Они либо сами не понимали, что вот это, во-первых, вид отвратительный, то есть киоски из грязной, такой старой, потом внутрь смотришь, окна грязные, около окон этих, вот это вот крутится мясо, вот это вот, как это называется, я не знаю, вертелка-то это. Вообще, мясо целый день это крутится, непонятно как. Все вольницу запрыгнули. Ну, от ски. Все, поехал пока. А кто нет, на мойку. Нарядился, да? Ольфи снял. Ну, ты не счастливый, тетчу. На мойке так будет машина, не только мужчина. Ну, да. Ай, женщина. Пойду суп. Да, дай мне рубашку, да пачкай. Пойдет, все. Ты, Егор, ты чего, какое полотенце вытираешь, руки-то? Чего? Ну, ты что, жирные руки-то? Ну, а у тебя что? Это для волос полотенце. Вон, пойдет. Спасибо.